Владимир Фисенко подключается к нашему эфиру, политолог. Здравствуйте, Владимир, рад вас видеть. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Владимир, ну что скажете по поводу видения мира? Потому что, знаете, с одной стороны из Америки звучат такие фразы от конгрессменов, что есть общая теперь ось зла, в которую входят Россия, Китай и Иран. И вроде как теперь всем понятно, против кого демократический мир ведет свою войну и за что ведет борьбу. А с другой стороны в Америке идет нешуточная борьба по поводу того, что вообще некоторые радикальные республиканцы хотят разделить помощь и Израилю, и Украине на разные пакеты, якобы оставить Украину без внимания. Вот вы видите эту тенденцию к тому, что все-таки Запад понимает суть этого конфликта и почему он должен завершиться все-таки территориальной целостностью Украины и, собственно, победой демократии? Или нет? Или все по-прежнему сложно и неоднозначно? Ну, сложность, неоднозначность, она всегда присутствует в той или иной степени. Никогда нет, знаете, предельная простота только в самых фатальных ситуациях появляется, черная или белая. А сложность, неоднозначность, она всегда присутствует. Вот что касается, например, восприятия Китая в США. Вы процитировали точку зрения, которая очень популярна в среде республиканцев. Вот для них Китай главный враг. И они Китай воспринимают не просто как главного соперника, а как главного врага. Вот для них Россия менее важна. И они даже некоторые считают, что надо с Россией договариваться против Китая. Хотя это абсолютно утопия. И даже странно, что политики, претендующие даже на президентский пост США, такую чушь, ну, скажем так, озвучивают и, наверное, всерьез в это верят. Но обратите внимание, вот кто-то в США, а вы процитировали одного из сенаторов-республиканцев, воспринимает Китай как чуть ли не главный элемент оси зла. Хотя реально, на мой взгляд, эта ось зла существует, ее формирует Россия. И туда входит Северная Корея, Иран, ну, и ряд мелких государств. А Байден, например, он вот, как уже было в предыдущем вашем сюжете, он сейчас пытается выстраивать договорную линию с Китаем. Это рациональный подход. Нужно снимать напряжение. Если сейчас идти на конфликт с Китаем, то тогда США могут столкнуться с союзом Китая и России. И, ну, вообще это чревато третьей мировой войной тогда. Вот такое прямое противостояние. Поэтому Байден проводит более гибкую, более рациональную политику. Что касается Украины. Вот все эти разговоры о том, что Украина уходит на второй план, это сейчас популярно. Многие западные СМИ об этом пишут. Информационно, да. Да, события в Израиле, а сейчас в секторе ГАЗа, конечно, перекрыли украинскую тему. Тем более, что на украинских фронтах нет каких-то таких очень ярких, заметных событий. Идут тяжелые бои на юге, под Авдеевкой. Но, как бы, такие вязкие бои мало интересуют СМИ. Им нужны яркие события, драматичные события. Вот то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это информационно. А политически, вот конкретные примеры, выступает Байден, обращение к нации. Это не так часто происходит, когда американский президент обращается к нации. Это, как правило, связано с очень серьезными поводами. И вот сейчас повод был, ну, не сейчас, а это было около 10 дней назад, повод был, это помощь Израилю и Украине. И украинская тема там заняла очень большое место в этом обращении. Президент обосновал, президент США, почему надо помогать Украине, почему это соответствует интересам США. По пакетам помощи. Да, сейчас дискутируется. Байден в тактических целях объединил помощь Израилю и Украине. Республиканцы настаивают на разделении. Но даже новизбранный спикер Нижней Палаты США, тоже представитель трампийского крыла, он говорит, что он будет поддерживать финансовую помощь Украине, хотя там могут быть дискуссии по поводу контроля, согласования содержания и так далее. Но понимание того, что США должны поддерживать Украину, как раз для противостояния Путина. Вот Майк Джонсон, новый спикер Нижней Палаты Конгресса, он же прямо сказал, нельзя позволить Путину победить. То есть Украина остается среди главных приоритетов внешней политики США. И даже по объемам пакетов финансовой помощи нам предполагается дать больше 60 миллиардов, Израилю несколько больше 10 миллиардов. Вот уже разница заметна. Ну, конечно, Израиль меньше, по-моему, что война гораздо более масштабна, но все равно цифры показывают приоритетность. Европейский Союз рассматривает сейчас вопрос о начале переговоров с Украиной, о включении Украины в состав Евросоюза. Это, конечно, тема не на один год, но это тоже показывает, что мы среди главных приоритетов для Европейского Союза. Так что конкретные факты это опровергает. Ну и, наконец, вот встреча на Мальте. Переговоры, которые были на Мальте, в которых участвовало 66 стран и международных организаций, они тоже показывают, что переговоры были по формуле мира, но они касались более широкой повестки. Фактически, по целому ряду вопросов, ядерная безопасность, продовольственная, энергетическая безопасность, это формирование новой глобальной архитектуры безопасности для всего мира. И Украина здесь один из инициаторов продвижения этой повестки. Так что все это говорит о том, что Украина остается среди главных приоритетов, политических приоритетов. Информационно, да, мы отошли немножко на второй план, но политически все понимают, без справедливого завершения войны между Россией и Украиной, с учетом интересов Украины, невозможно построить новую архитектуру безопасности, и мир не станет безопаснее. Поэтому Украина остается среди главных глобальных приоритетов, и этому способствует и активная дипломатия нашей страны. И вот, кстати, наш главный дипломат страны, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметил, что сейчас из информационного поля исчезли многочисленные, цитирую, мирные инициативы, которые предлагали Украине неприемлемые уступки Российской Федерации. Как вы видите, как еще изменилась повестка Украины? Есть уже полное понимание, что договариваться с крокодилом нет смысла, и нужно действительно помогать Украине до конца. Но в то же время, вот это вот разделение помощи от Соединенных Штатов Америки, как оно повлияет на этот исход? Ну, что надо иметь в виду? Вот, знаете, я не сторонник того, чтобы говорить, вот переговоров никогда не будет и так далее. Я думаю, это не совсем корректно, потому что рано или поздно переговоры о завершении войны будут при тех или иных обстоятельствах. Это неизбежно. Тут другого выхода просто нет. Даже когда в войне кто-то выигрывает, все равно происходит определенный, там, короткий иногда, иногда более длительный переговорный процесс. Это все равно фиксируется в виде неких документов. Поэтому какие-то переговоры неизбежны. В том числе, если мы выходим на границы 1991 года. Но надо быть реалистами. Вот ход войны сейчас, в 2023 году показал. К сожалению, война затягивается. И очень актуальной стала проблема ресурсов. Ресурсов. Запад нам помогает. Но он сейчас вынужден помогать Израилю. Может возникнуть проблема Тайваня. Проблема, которую Байден хочет сейчас нейтрализовать в переговорах с Китаем. Но так или иначе, есть сложная экономическая ситуация для многих европейских стран. Да и для Соединенных Штатов она тоже не такая уж, скажем так, хорошая. Там тоже есть свои проблемы. И если война затягивается, то возникает проблема ресурсов. И финансовых ресурсов. То есть финансовой поддержки нашей страны. Сейчас очень актуальна проблема просто ресурсов боеприпасов. Нехватка артиллерийских снарядов. К сожалению, в силу разных причин, на Западе не смогли быстро перестроиться и начать расширенное производство военных боеприпасов. Ну, потому что это тоже вопрос денег, долгосрочного финансирования. Они это пытаются делать, но не так быстро, как нам хотелось бы, и как на самом деле им нужно для пополнения собственных арсеналов. И для нас сейчас очень ощутима нехватка боеприпасов. Без достаточного числа военных ресурсов нам тяжело будет быстро решить все военные задачи. Поэтому я сторонник реалистичного подхода. Война может развиваться по-разному, разными темпами. И для нас как раз сейчас очень важно сохранять поддержку наших партнеров с учетом возможности затягивания войны. Даже термин стали использовать. Война на истощении. И в этом плане вот сейчас значение поддержки наших партнеров стало еще гораздо большим. Что касается поддержки формулы «Справедливого мира», это не означает, что будут поддерживать буква в букву. Например, Китай никогда не будет поддерживать, ну, никогда не говорю никогда, но очевидно, что позиция Китая и позиция Украины, она не идентична. И Китай будет, скажем так, выстраивать и продвигать свою линию. Но по каким-то пунктам мы можем находить взаимопонимание. Точно так же, как мы можем находить взаимопонимание по целому ряду пунктов формулы мира с различными странами глобального юга. В том числе с теми, кто продолжает сотрудничество с Россией или сохраняет формальный нейтралитет по отношению к войне между Россией и Украиной. Поэтому я хотел бы, знаете, это было бы красиво сказать. Все нас поддерживают, полностью поддерживают. Это не совсем так. И не будет абсолютно полной поддержки. Это просто нереалистично. Но то, что число стран, которые готовы в диалоге с Украиной поддерживать нас по тем или иным пунктам формулы мира, которые стремятся к тому, чтобы война завершилась и при этом были учтены интересы Украины, число таких стран растет. Вот даже число участников встречи, которая была на Мальте, это третья встреча уже. На первой встрече было полтора десятка стран в Копенгагене в конце июня. Сейчас уже 66 стран и международных организаций. То есть больше, чем в четыре раза выросло число участников. По сравнению со встречей в Судовск-Аравии, в полтора раза увеличилось число участников. Это уже свидетельство того, что диалог в поддержку Украины и в интересах Украины он активно развивается. Это не быстрый процесс. Он не принесет немедленного и быстрого результата. Здесь постепенно надо двигаться. Но процесс идет. И я считаю, что украинская дипломатия здесь совершает огромную и очень полезную работу. Военные делают свою работу. Тоже очень тяжело. На фронте дипломаты в переговорном процессе. Но в любом случае мы постепенно, шаг за шагом, может быть не сразу, но будем добиваться полной победы и справедливого мира. Да, учитывая вот те данные, которые мы видим из открытых источников, товарооборот между США и Китаем достигает более 600 миллиардов долларов в год, Европой 800 миллиардов. То есть почти похожие показатели. Страны заинтересованы друг в друге. И, конечно, хочется верить в то, что рыночные отношения и здоровый прагматизм победят. Я хочу вас, Владимир, возможно, завершающим вопросом, возможно, нет, спросить, как вам то, что произошло вчера в Дагестане, в Махачкале? Мы этот вопрос еще в последний час не поднимали в эфире, но как это не обсудить? В фактически территории Российской Федерации организованная толпа людей начала устраивать расправу над израильтянами. Рейс из Тель-Авива, который прибыл в аэропорт Махачкалы, фактически блокировали неизвестные люди, допрашивали израильтян, забирали у них паспорта, люди находились в самолете. Ну и фактически это было похоже на линчевание. Честно говоря, такое себе представить в 21 веке вообще было невозможно. И самое примечательное, что я здесь отмечу, что росгвардейцы и вообще силовики включились в этот процесс исключительно после того, как были заблокированы взлетные полосы, после того, как была заблокирована работа самого аэропорта. До этого никто, я не знаю, как это назвать, протестующих или этих варваров не останавливал. Как вы можете описать это событие? Ну, знаете, в самой России многие вспомнили слово, благодаря которому Россия стала в негативном смысле известной всему миру еще в конце 19 века. Русское слово. Погром. Погром. Причем именно антисемитский, еврейский погром. Вот Россия печально прославилась в Европе, на Западе, тогда вот особенно в США, потому что после этого началась массовая миграция евреев из-за Российской империи в Соединенные Штаты. Да, вот и вот здесь тоже. Это была попытка погрома. И опять увидели бессилие силовиков, только потом они подтянулись. И почему, когда начался международный скандал? Во-первых, в самой России в шоке оказались даже пропагандисты. И вынуждены были даже российские пропагандисты признать. Они говорили, ну вот, мол, мы обвиняли Украину в нацизме, а теперь нас будут обвинять, что мы нацисты. И это правильный диагноз. Вот то, что произошло, оно показывает, что Россия является нацистской державой. Поскольку, да, там как бы вот нас нельзя было обвинить в антисемитизме, потому что не было ни одного доказательства. А вот в России это произошло. И в России вынуждены были признать наличие проблем. И то, что произошло, это следствие на самом деле российской пропаганды. Потому что они агрессию сеяли. Они постоянно говорили, вот есть враг. А тут еще события в Израиле. И многие конфликты между Израилем и палестинцами, там, Хамасом. И поскольку в России большая мусульманская община, а многие российские СМИ просто даже не скрывали своих симпатий к Хамасу. И Хамас приезжал, буквально на днях приезжал в Москву, его представители. Естественно, это рано или поздно должно было сыграть. Выступал Кадыров перед этим с угрозами в адрес Израиля. Конечно же, это должно было прорваться в той или иной форме. Вот прорвалась в Дагестане. Вся эта агрессия, эта ненависть к Западу, она сейчас сконцентрировалась на Израиле. Ну, в связи тут еще с религиозным фактором. Но отмечу еще один важный момент. Это ведь очень такой зловещий знак для самой России, для внутриполитической ситуации внутри самой России. Это не только дискредитация России, демонстрация того, чем на самом деле является современная Россия. Нацистским государством, которое угрожает, кстати, даже собственным гражданам. Потому что в этом самолете было абсолютное большинство российских граждан. Там евреев или граждан Израиля практически не было. Поэтому они готовы друг друга убивать. И вот эта внутренняя агрессия, она сейчас обращена против Украины. Ну, информационно-политически против Запада. Но она, в конце концов, ударит по самой России. И вот, что интересно, многие российские наблюдатели обратили внимание на два момента. Первое. Это второй бунт. За один год, фактически за последние полгода. Первый был Пригожинский бунт. Второй, который случился в Дагестане. Да, он как вспышка насилия. Но, тем не менее. И я думаю, цепочка будет продолжаться. Это не последние такие события в России. Потому что вот этот взрывной конфликтный, агрессивный материал, он там накапливается. Как раз вследствие войны против Украины. И еще одну цитату. Один коллега российский, востоковед, написал, что в России надо бояться не Майдана, а антимайдана, который будет таким, что камня на камне не останется. Вот Россия, которая как бы решила устроить антимайдан для Украины, в конце концов, устроит его для самой себя. И, собственно, уже этот процесс стартовал. Он пока идет вот в форме таких вот стихийных, агрессивных ситуаций. Но цепная реакция уже происходит. Она будет продолжаться. Вот вы вспомнили о бунте Пригожиной. Действительно, похоже, что ситуация как будто бы повторяется. Ведь силовики, они же подключились в самый последний момент. То есть это движение, этот протест был уже практически неконтролируемый. Как волной шел. Да, и многие обратили на это внимание, что даже вот такие ернические, печальные одновременно комментарии, что, мол, да, Росгвардия, мол, хороша дубинками разгонять интеллигентов в очках и молодых людей, подростков или студентов. А бороться вот с такой агрессивной толпой они боятся. Они сами разбежались и ничего не делали. Точно так же было во время Пригожинского мятежа. Только потом уже подтянули Росгвардию, но когда стало понятно, что ситуация может стать неконтролируемой и закончится очень печально. И, главное, проявился вот этот негативный международный эффект. Я думаю, что для очень многих людей... Ну, в Израиле и так стали понимать, что собой представляет Россия и как она относится к Израилю в связи с визитом Хамаса. Раньше, кстати, Хамас ездил. Почему-то в Израиль на это мало обращали внимания. После 7 октября они стали понимать. А сейчас они еще видят, как в России относятся к евреям и что там может быть. Уже заговорили, кстати, об эвакуации евреев, как минимум, из Дагестана по соображениям безопасности. Уже появляются призывы к евреям, которые в России живут, что лучше уезжайте. И лучше вообще иностранцам не приезжать в современную Россию. Вот это диагноз. Диагноз нынешнего состояния российского общества, российского государства. Оно не может обеспечить безопасность для собственных граждан, для иностранцев. И Россия сейчас угроза не только для внешнего мира, не только для Украины. Российское государство и то, что происходит в России, это угроза для собственных граждан. Да, очень ждем, чтобы вся эта сила зла, которую создала российская пропаганда, была использована, как вы говорите, в их антимайдане, который, я так понимаю, должен в какой-то момент взорваться внутри России. Кстати, отмечу, что это второй случай неповиновения центральным российским властям после, если мне не изменяет память, объявления частичной мобилизации, по мнению Путина. Тогда как раз в Дагестане матери вышли на митинги и, собственно, не отдавали своих сыновей под мобилизацию. Вот, в принципе, уже вырисовываются некоторые регионы, на которые хотелось бы сделать ставку в будущем процессе развала Российской Федерации. Чего же тут скрывать? Владимир Фисенко, огромное вам спасибо за участие в эфире. Владимир Фисенко, политолог, был в эфире канала Freedom. Спасибо.